МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель. В студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Работа со зворотами. Старшиня Гомельского обл. Выконкама Геннадий Соловей сегодня в Чачерску провел промою телефонную линию и особистый прием грамадян. Теплый очаг. Дитячий дом семейного типа открылся в Калинковичах. Дочка-полка. Супрацовники ДАИДА помогли доставить в родильный дом молодую маму и сустрелили ее после выписки из новонародженной. А зараз об этом и иншим больше подробно. У выкорачивания памяти героя Советского Союза Емельяна Барыкина рамон дорог, будовництво арендного жилья. Старшиня Гомельского обл. Выконкама Геннадий Соловей сегодня в Чачерску провел промою телефонную линию и особистый прием грамадян. По всех пытаниях были дадены ответные доручения, а некоторые из них были выражены непосредственно подчас промой линии и приему. Наши корреспонденты с подробностями. Година на промую телефонную линию и еще две на особистый прием грамадян. Спис огученных пытаний оказался разнастайным. Один из первых звонков – скарга на повышенные тарифы за оплату с пожитой теплой энергии. На место одразу накерованы специалисты коммунальной службы, которые должны сустреться с потелефоновавшим. Еще один представник райвы Конкама, отрымливая загад, выехать у везку Старая Ясковщина. Мясовая жахарка поскарделася на незадовольняючий стан дороги. Наша здымочная группа так само переканалася. Удренная надворья проехать по еей саправды складана. По словах вязковцев, у таким выпадку аутокрама може доехать только с допомогой трактору. До ручения губернатора на вести парадок. У вогули на промую телефонную линию у Чачерску поступает пять звонков. Два з яких – аджихару Гомеля. На думку Геннадзя Салавя, невеликая колькасть воротов свечене реальной работы керауниства Рэбы Конкама. Это количество обращений говорит, чем их меньше, то, значит, и власть к ним обращает внимание на те проблемы. Да, может быть, до кого-то и не дошли, понятно. Но мы видим, что сегодня люди не так высказывают свое негативное отношение к местной власти. Они говорят о том, что необходимо решать. Размову, яка отбылась по честь особистого приему, можно назвать конструктивной. Уздымалися саправды актуальные для людей питания. Ніна Герашенко пришла с коллективным зворотом от жахару двух домов по улице Кастрыжненской. Специальная комиссия официйна признала их непригодными для жилья. Будинки не отповидают санитарным и техническим потребованиям. Сдадзены у эксплуатацию, а маль 60 лет тому, эти домы уже не подлягают ремонту. Подлога у квартирах с тяжкостью вытримливая вагу дорослого человека. А выстя на балкон у воголя немогчима. Тагачасные архитекторы просто не продуглезли дверей. Просьба жахару побудовать для их арендное жилье, а старые побудовы знести. Старшиня Абывы Конкамас пропановый погаджается. Я очень довольна приемом. Во-первых, я понимаю, что наш вопрос уже будет положительно решен. Во-вторых, эта форма взаимодействия с населением, она очень эффективная. То есть пообщавшись, ты можешь задать любой вопрос, какой наболевший, ну и, соответственно, ждать более быстрого решения. Яшедзинь зворот от Гемельчанина. Размова об увековечвании памяти героя Советского Союза Емельяна Барыкина. На початку войны он был одним со створальников Гомельского полка народного ополчения. Подчас оккупации начальник штаба партизанского излучения. После вызволения один с керавников города. Захавать память объем минавита у нашей области – долг с участников. Правда, пакуль, размовы не идти об установке помника. Пашасть можно со створения граффити. Звы явы и героя. Получилось, что ни памяти, ни материальных носителей этой памяти может просто в городе не остаться. Может быть, вот это граффити могло бы положить какое-то начало этому процессу, но как-то об этом нужно задумываться, потому что, ну, то есть Барыкин, с него бы хорошо было начать. А эту работу надо, может быть, даже сделать спланово. Понятен вопрос. Дело в том, что, на самом деле, по граффити нет проблем. Мы рассмотрим вопрос. Может быть, в следующем году, может быть, в этом году. Тут надо подобрать здание. Мне там уже рассказывали, что есть дом, который хорошо виден, и площадкой хорошей может быть. Понятно, что применяются такие масла и краски, которые сегодняшний день имеют хорошую палитру и имеют возможность сохраняться долгое время. Поэтому посмотрим. Я здесь не вижу проблем. Самое главное, второй вопрос, что мы сегодня акцентируем внимание, чтобы все наши люди понимали, что это делается для тех людей, которые на сегодняшний день защитили нас. И мы спокойно сегодня живем в нашей Беларуси. Олег Синцеров, Ольга Коновалова, Евген Макинка, телерадиокомпания «Гомель», Чачерский район. У Калинковича открыли детячий дом семейного типу. Тут будет жить великая семья Воробей, у которой выховываются шесть детей. С начала года это уже другие подобные объекты в Гомельской области. При выборе места для будовинства уличили наявность инфраструктуры. У кроковой доступности школа, детячий сад, магазины. На новоселье побывала здымочная группа телеканала «Мазыр». Просторный двухповерховый коттедж стал головным подарунком для Вольги Василя и их детей. Трех сынов и трех дочок. Им сегодня самое широе веншование и пожадание. В Гомельской области на сегодняшний момент открыто 48 домов семейного типа. И в них проживает 311 детей. Вы знаете, это замечательно, что сегодня у нас проводится такая политика, которая социально ориентированная, которая позволяет сегодня отказаться от домов, детских домов. Наборы мебли, мультиварка, холодильника и еще шмат инших корыстных речел. Великая семья ущез потребится. Коттедж площадь 250 квадратных метров. У них 10 покоев. Место хопить усим. Трое детей родные, трое приемные. Старейшим по 13 годов, молодшим у 3. От повышенной уваги хвалюются, але упомненно отказывают, что им треба для счастья в новом доме. Надо помогать родителям и старшим. И уважать еще старших, а младшим ему уступать. А вообще вам нравится ваш большой дом? Расскажите про него. Вы же наверняка уже были на экскурсии. Он просторный. Да, он просторный, классный, красивый. Глава семейства Василь Воробей каже, что с ролей приемного батьки знаем и давно. Перед вашима – приклад у властной семьи. У нас есть пример. Моя мама, она тоже смотрит. Детей с родом, в приютах брал детей. Мы тоже дом семейного типа. Как бы, не знаю, нам предложили, просто согласились. Семья планует пошираться. И Ольга, и Василь еще молодые. Кажут, что силы здоровья хопить, как и еще к гостям сделать счастливым. Светлана Грудько, Вячеслав Перасыпкин. Телеканал «Мазыр». Специально для телерадио-компании «Гомель». Сегодня на коллегии Комитета по праце занятости социальной обороны Гомельского облаконгама подвяли выники работы за 2019 год. И он был, все правды, напруженным. Принятие нового Працовного кодекса изменения у закон об охове працы, подрыхтовка до применения указа президента об оплате працы работников бюджетных организаций. А так само – выполнение шерогу звычайных задач. Увагуле все поставленные перед службой задания выполнены. В регионе притримывались распрацованного графику росту заработной платы. Середня месячная – 974 рубли. У Снежни номинально наличенная зарплата перевысила 1000 рублю. Пленная работа велася у сферы содейничания занятости. У поравнаний с 2018 годом колькость беспрацованных у Гомельской области изнизилась на 40%. У конца минулого года на офицейном улику стояло 1200 грамадян. Максимальности працауткования есть. Иншая справа – у профессийных, сдольностях и якостях соискальников. В 2019 году свыше тысячи человек прошли прав по дырхтовку и были приняты на новые для их посады. Удокладнялась в минулом году система социального партнерства. Забеспечены своечасовые призначения, переразлик, выплата пенсии и допомог. Работа комитета оценена стануча. Мы на итоговой коллегии министерства, которое проходило 13 февраля, подвели итоги. У нас Гомельская область заняла третье место. В целом, можно сказать, область задачи выполняет в таких направлениях, как охрана труда, вопросы задолженности по зарплате. Удалось продвинуться вперед. На парадку дня так само обмеркование поставленных задач. Все лето будут подведены выники выконания державных программ, различных до 2020 года. Управденности об социальной обороне и соединения занятости насильництва, а так само здоровье народа и демографичная безопасность Республики Беларусь. У планах и распроцовка новых, буйных проектов. У Голинового министерства чекают пропону темлику от областных комитетов. Больше, как 550 тысяч администрационных решений. Такий выник деянности службы «Одно окно» в Гомельской области за 2019 год. Ее главная мета – спрощение работы со зворотами грамадян. Любый жадающий может прийти у выконкам альбо администрацию района и отримать необходную информацию, типа дать заявку. Частей за все грамадяне звертаются за выдачей справок. Например, дозволу на будовництво альбо вядение некой деянности. Редко, але бывают выпадки «Одно». Это обумовлено перш за все отсутностью полного пакета документов. Есть и другие причины. Например, когда справа отыщется выделение арендного жилья. К примеру, можно привести Новобелецкий район, где доходит до того, что на одну квартиру подается 35 заявлений граждан. Поэтому, соответственно, одному человеку квартира это предоставляется. Естественно, 34 мы должны отказать, и здесь других вариантов нет. Но, к сожалению, есть случаи, когда люди на самом деле не полным объемом предоставляют какую-то информацию, либо умышленно скрывают даже эту информацию. Но в любом случае, мы, когда проводим административную процедуру, проверяем эту информацию, устанавливаем нарушения и в осуществлении административной процедуры отказываем. Хотелось бы, чтобы наши граждане тоже с пониманием относились к этой ситуации и предоставляли полный пакет документов, что упростит работу как наших специалистов, так и как можно быстрее мы сможем реализовывать их права. Яку кино. Сиреной и маяшком инспекторы ДАИСу проводили в родильный дом автомобиль с сяжарной жаншиной, у якой распочались схватки. 10 лютого Дмитрий Василенко и Ярослав Дегтяров внесли службу в початку в улице Советской. Коля 6-й годин ранится, и они завважили автомобиль, який ехал на великой худкости. Инспекторы спынили ягу на улице Ильича. После разговора с водителем причина спешки стала заразумелой. Вышел водитель, представился, узнал, в чем причина таких маневров, такой езды. Водитель пояснил, что вы едете в роддом, везет пассажира очень плохо, попросил, что если можете, окажите помощь. Нам сложности это никакой не составило, и вместе с ними проследовали до больницы данные, где уточнили, нужна ли им дальше наша помощь. От нас ничего не требовалось, мы пожелали им всего хорошего и уехали. Выказать подяку инспекторы молодые батьки Александра Вероника смогли подчас выписки из роддома. Супрацовники пришли повиншовать семью Сираковых с кветками для молодой мамы и подарунками для новонародженной девчинки, какую назвали Василисой. Мы ехать никуда не собирались, пять утра разбудила мужа, говорю, все, поехали за дочью, заехали, ехали по парку, нас остановил пост ГАИ, мы попросили нас сопроводить, потому что было уже не в терпеж. Испугались, что сейчас нас еще может задержат за что-нибудь, и я рожу прямо в машине. Но, слава богу, нам попался очень хороший отряд, и нас сопроводили. Спасибо им большое за это. Заявление инспектора Удаи в родильном доме стало соправдным сюрпризом. Теперь каждый день на роджение дочки будет нагадывать про эту интересную историю. У одним из гандлевых центров Гомеля прошла доброчинная акция, накированная на сбор сродков на лечение и реабилитацию за мяжей для трех маленьких девочинок. У Дарьи Шипятовской, Софии Жагуни, Миланы Пшанко, редкое генетичное захворование, спинальная мышечная атрофия первого типа. И она поступово приводит до нарастающей мышечной слабости. Каб собрать сродки на дорогое лечение, белорусский фонд Серца Анюла организовал кермаш с забавляльной программой. Сродки, отриманные от продажи сувениров, вырубленных руками у дельников акции, будут перелечены на доброчинные рахунки. Фонд взял под опеку этих девочек. Он помогает в сборе средств на препарат, который, к сожалению, в нашей стране не зарегистрирован. И данный препарат необходимо приобрести за рубежом. И таких средств у родителей, к сожалению, нет. Да помогать девушкам может каждый. Для этого нужно потелефоновать на республиканскую доброчинную линию, отправить смс с текстом и сумму охвирования на короткий номер альбона керовать сродки фонду Серца Анюла. Английская мова и здоровый лад життя. Аспирантка ГДУ меня Франциска Скарыны Алина Миссюра распроцовала уникальную методику навучения одночасовой физкультуры и замежной мове. Интегрованные уроки проходят у одной из гомельских школ. На их побывала Ганна Коральчук. Алина Миссюра долгий час працавала наставником английской мовы и доследовала уплыв в физкульт-хвилинок на разумовую працездольность детей. Эффект, заправдый, был значным. Девчина вырешила протягнуть работу у гэтом накерунку и изменила факультет замежных мов на факультет физической культуры. Повод для ее методовцы элементы физкультуры гульни и эстафеты проходят на английской мове. Их дополняет информация про здоровый лад життя. За основу мы взяли программу учебного предмета физическая культура и здоровье. И согласно программе дети должны овладеть не тремя, а даже большим количеством знаний. Но основные это знания по физкультуре, гигиенические, здоровый образ жизни, олимпийские. И идея сочетать английский язык уже выросла из того опыта, наверное, который имелся, и из той деятельности, которую ты можешь выполнять. Переяли к заданию и песен Алина постоянно обновляет и поширает. На запашенная база выник долгих месяцев пошуков и подбору. Интегрованные занятки проходят в группах подолженных дня для ученых третьих-четвертых классов. По таким взрослым дети худшие засвоивают информацию, а с загульнявой формы занятков они практически не вставляются. Администрация школы станучи отреаговала на такий эксперимент. В реализации данного проекта мы партнеры, поскольку цели и задачи у нас одинаковые, а именно создание условий для развития наших детей, для развития их познавательной активности, для стимулирования интереса к изучению иностранного языка и, конечно же, формирования здорового образа жизни. По данной методике у нас занимаются две группы продленного дня. Дети с удовольствием посещают данное занятие и родители относятся к этому с большим интересом. Стану здоровья школьников надается великая увага, тому чергование интеллектуальных и рухальных практикованев – это перспективный накерунок. Все это раз працевку Алины высоко оценили, и она отримала стипендую президента Республики Беларусь. Результаты ее работы высоко оценили научной общественностью Республики Беларусь и поддержаны специальным фондом президента Республики Беларусь. Она разработала методику, которая доказала свою эффективность и внедрена не только в эту школу, но и в ряд школ города Гомеля. Соединить английский язык и физкультуру – это такие межпредметные, надпредметные связи, которые дано не каждому, но у нее получилось. Зараз Алина Миссюра працует над методичным допоможником для наставников и працованным сшитком для детей. Так само и она распрацовывает раздаточный и дидактический материал, электронный додаток и спис необходного инвентара. Таким чином отримается готовый комплекс, который можно будет использовать в любой школе. Ганна Корольчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новины. Информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершен. Усяго доброго и до встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Чечерске милиционеры нашли вандала, который повредил несколько секций железобетонного забора. Им оказался 20-летний парень, который проживал в пятиэтажке неподалеку от места происшествия. Напомним, железобетонные секции были разбиты в ночь на 15 февраля. Найти подозреваемого помогла милицейская смекалка. Предполагаемый дебошир оставил следы на свежем снегу. Пройдя по ним, правоохранители вышли к пятиэтажному дому. Дальнейшее обнаружение подозреваемого было уже делом техники. Виновник признался, что в ту ночь возвращался домой от родственников под шофе. Было скучно, и он решил продемонстрировать молодецкую удаль. В Гомеле сегодня эвакуировали всех пассажиров автовокзала. Возле торгового киоска на улице Курчатова кто-то оставил женскую сумку, а бдительные прохожие сообщили об этом в милицию. Проверить по клажу приехала группа разминирования. Никакой взрывчатки, только вещи и книги сообщили саперы. Автовокзал продолжил работать в штатном режиме. Украл на работе почти две тонны топлива. Грузчик одного из мозырских предприятий случайно узнал пароль к топливному чипу и стал на халяву заливать солярку на заправках райцентра. Топливо продавал знакомым и брал с них всего по рублю за литр. К тому времени, когда бухгалтерия заметила перерасход, предприимчивый грузчик уже наворовал более 1800 литров дизеля на сумму 3000 рублей. Сейчас в деле разбираются следователи. Сотрудники ГАИ после погони задержали 17-летнего бесправника. Патруль ввел преследование по сельской местности. Инцидент произошел днем 16 февраля в деревне Климовка Гомельского района. Водитель автомобиля Маза, заметив экипаж ГАИ, резко свернул на ближайшую улицу и увеличил скорость. Началось преследование, но вскоре машина нарушителя завязла в деревенском бездорожье. За рулем оказался 17-летний местный бесправник. Ну, пожалуйста, отпустите меня. Значит, дяденьки сейчас заберут у тебя машину другую. Документы есть. Ну, пожалуйста, дядь. Страфстоянка. Раз. Ну, пожалуйста. Да, честно, я, честно, не буду больше... Не остановочка. Два. Извини. Безправа три. Да. Ну, простите меня. А здесь неоднократно. Печальная новость пришла сегодня из Калинковичского района. Там, в деревне Александровка, на пожаре в жилом доме погиб пенсионер. Мужчина был найден спасателями в комнате на полу. К сожалению, у медицинской помощи он уже не нуждался. Врачи констатировали смерть. В результате пожара крыша дома обрушилась, сгорела мебель и имущество. Со слов соседей, хозяин характеризовался положительно. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Это вся информация о выпуске. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Де Факто. И оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Победный дубль хоккейный клуб Гомель вновь сильнее шахтера. Коллективы во второй раз за последние три дня сошлись на льду Гомельского ледового дворца. Если в первом поединке хозяева дожали гостей в овертайме, то на этот раз все решилось в основное время. В первом периоде горняки счет открыли и постарался Богалейша. На экваторе второго Иванчиков цифры на табло уравнял. До перерыва соперники успели обменяться шайбами. В составе шахтера отличился Борисов у хозяев Бовин. На старте заключительного периода Тополь вывел Рысей вперед. Вскоре Рачинский установил окончательный счет поединка. 4-2 победа Гомеля. В четверг Гомель ждет в гости столичную юность. Жлобинский металлург сегодня на домашнем льду проводит вторую к ряду игру против Гродненского Немана. В дивизионе А белорусского чемпионата по волейболу Гомельская энергия одержала победу над легионом Изобухова 3-2. В дивизионе Б гомельские команды также порадовали борельщиков. Энергия 2 обыгралась Дюшор волейбольного клуба Минск 3-1. Команда Бумпром уверенно одержала победу над Гродненским коммунальником 3-0. Лучшим игроком в составе Бумпрома стал Иван Вороненко. На 18 очков из них 5 эйсов. Команда хорошая. Команда но достаточно очень хорошая. Хорошая у них школа волейбольная Гродненская с опекей. Поэтому мы готовились ответственно к этой игре. У нас задача только побеждать добавлять от игры к игре. Бумпром любительская команда появилась в 2005 году. Трижды становилась чемпионом города Гомель и обладателем кубка. В прошлом году они заявились в дивизион Б чемпионата Белоруссии и стали чемпионами. Сейчас Бумпром занимает второе место в турнирной таблице и готовится к плей-офф. Первые матчевые встречи в рамках юношеской лиги бокса дружина Гомельской области встречалась с командой Минска. По итогу соревнований представители нашего региона победили со счетом 12-4. Гомельский регион представляли спортсмены из областного центра Ветки, Жлобина, Светлогорска, Мозыря и Лельчиц. В командах по 16 боксеров, выступающих в разных весовых категориях. Каждая победа приносит команде очко. Побеждает дружина, которая в матчевой встрече наберет больше баллов. Представители нашего региона встретятся с командами всех областей, после чего определится четверка лидеров. Они будут бороться за медали. Следующая матчевая встреча по боксу пройдет 29 февраля с командой Могилевской области в Минске. В Бресте прошло первенство Беларуси по легкой атлетике среди юношей и девушек в возрасте 15 лет и моложе. Сборная Гомельской области в итоговом протоколе уступила лишь хозяевам соревнований и атлетам из Брестского региона. В копилке Гомельчан пять золотых наград. Двукратной победительницей первенства стала Анастасия Лев. Спортсменки не было равных в забегах на полторы и три тысячи метров. Денис Галух победил в секторе для прыжков в длину. Павел Белкин выиграл состязание у прыгунов с шестом. Артем Пинчук лучший в тройном прыжке. Также спортсмены из нашего региона завоевали девять серебряных и шесть бронзовых наград. Воспитанники из Дюшор Гомельстекло выиграли республиканскую спартакиаду детско-юношеских спортивных школ по греко-римской борьбе. Возраст спортсменов 15 лет и моложе. В десятке лучших также из Дюшор жемчужина Полесья. У Мазырян седьмое место. У вольников республиканской спартакиады Дю США в этой возрастной категории пройдет в начале марта в Гомеле. В ранге победителей регионального отбора Гомельскую область на турнире юношей будет представлять команда Гомельская из Дюшор номер два БФСО «Динамо». У девушек Гомельская и Дю США номер пять. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok